Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Правда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. С понедельника в области началась неделя национального проекта здравоохранения. В связи с этим аппаратное совещание прошло в областном клиническом онкологическом диспансере. Губернатор Сергей Морозов отметил, что в учреждении будет построен новый лечебно-диагностический корпус стоимостью более 4,5 миллиардов рублей. Строительство начнется в 2021 году. Финансовые средства должны быть заложены в региональном бюджете. Подробности у Егора Титова. С понедельника в области началась неделя национального проекта здравоохранения. В связи с этим аппаратное совещание прошло в областном клиническом онкологическом диспансере. В начале заседания губернатор Сергей Морозов уведомил, что в 2021 году планируется начать строительство нового лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера. Несомненно, все, что касается онкологических заболеваний или новообразований, для нас это тема одна из самых актуальных, самых злободневных, причем не только для Ульяновской области, но и для Российской Федерации. Строительство нового корпуса позволит создать новые места в учреждении здравоохранения. Губернатор распорядился заложить в бюджете необходимые средства. Реализация национального проекта в регионе должна увеличить среднюю продолжительность жизни к 2024 году до 77 лет. Это будет одной из тем обсуждения в наступившей неделе. Всего планируется провести более 200 мероприятий. Важнейшими из них будут единые дни диспансеризации и приема главных врачей. Запланированы другие важные мероприятия. Должен быть массовый осмотр проведенных ремонтных работ и ведущихся, заканчивающихся до сих пор, потому что у нас их в большом количестве. По региону на сегодняшний день идет и зафиксировано. И с целью контроля в первую очередь, с целью понимания ситуации, куда двигаемся дальше. Губернатор раскритиковал руководителей муниципальных образований за низкий темп проведения диспансеризации и профессионального осмотра. Еще одна острая тема – кадры. В настоящее время многие профильные специалисты выезжают в Москву. Для закрепления кадров в регионе, по мнению Сергея Морозова, нужно принять ряд управленческих решений. Гордимся своим корпоративным университетом. Может быть, в рамках этого коллектива, может быть, еще как-то в рамках самого министерства создадим такой своеобразный корпоративный медицинский университет, который бы активно занимался вопросами корпоративной культуры и, прежде всего, кадровой работы. На аппаратном совещании губернаторам был озвучен ряд кадровых изменений. Начальником управления охраны объектов культурного наследия назначен Денис Герасимов. Прежде он возглавлял агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Новый руководитель управления уже получил первое задание. Оно касается разработки законопроекта об увековечении памяти знаменитых симбирян и ульяновцев. Во-первых, законопроект сопроводить, чтобы он обязательно был принят до конца этого года. И поэтому надо уже активно встречаться с фракциями, с комитетами, с депутатами. Вот к Валерию Васильевичу прийти сначала. Во-вторых, обязательно надо готовить серьезную программу или, так сказать, те программы, которые у нас есть, там специальный раздел. С должности руководителя управления государственной службы кадров администрации губернатора ушел по собственному желанию Александр Рябаконь. Исполнять обязанности начальника управления будет первый заместитель главы администрации Елена Чехунова. В ее полномочия войдет также все, что касается корпоративной культуры и бережливого управления. Несколько изменений касаются работы общественного транспорта. Губернатор поручил создать региональную транспортную инспекцию, которая займется контролем за вопросами пассажирских перевозок. Увеличение количества чиновников при этом не произойдет. А руководителям муниципальных образований поручили на до пятницы предоставить докладные записки о состоянии пассажирских перевозок в районах области. Многие села очень большие с точки зрения, так сказать, растянутости. И в них привозят ребят из соседних сел в школу. Значит, и получается, обратите внимание, что из соседнего села, так сказать, ребенка везут из Дорва в саму школу, а в самом селе, так сказать, ребенок идет почти 3 километра по селу, так сказать, там, зимой или по слякаться, и его автобус проезжает мимо и не сажает, потому что, ну вот, вроде бы это не входит в порядок в школьный маршрут. Я считаю, что это, конечно, неправильно. Продолжается обновление общественного транспорта по действующей региональной программе. Приобретаются автобусы средней вместимости. Это должно существенно улучшить пассажирские перевозки. Наше предприятие ПТП-1 приобрело на сегодняшний момент 22 автобуса, и вы видите, что мы существенно увеличили больше, чем в два раза присутствие таких автобусов на маршрутной сети города Ульяновска. До конца года будет приобретено еще минимум 60 новеньких автобусов. Все конкурсные процедуры уже объявлены. Эти автобусы будут отправлены в том числе в муниципальное образование. В сельские районы отправят 22 автобуса средней вместимости. А глядя на обновление транспорта, в программе решили принять также некоторые частные перевозчики. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ. В продолжении темы здравоохранения. С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок, лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения. В пилотном режиме новая система пока заработала в онкологическом диспансере. Что конкретно изменится в следующем году в сфере закупок и торгов в нашем следующем материале. Срок процедуры закупки таблеток и передачи к конкретному получателю в Ульяновской области теперь сократится на 27%. А это значит, что необходимые препараты и лечение пациенты будут получать и начинать на 20 дней раньше. В регионе приступили к цифровизации сферы закупок, лекарств и изделий медицинского назначения. Так новая система позволяет полностью исключить человеческий фактор, избавиться от бумажных носителей, а главное достичь прозрачности в системе закупок, которая долгое время в Ульяновской области находилась в запущенном состоянии. Раньше специалист заказчика эту спецификацию набивал вручную. То есть в случае, если у нас здесь одна позиция, то это несложно. Но так как показывает практика, перечень лекарственных препаратов очень большой и количество позиций очень большое, то при набитии вручную информации в систему госзаказ возникали, во-первых, это занимало очень много времени, во-вторых, возникали ошибки. В сокращении сроков предшествовала долгая скрупулезная проработка технологической части новой системы. Суть цифровизации состоит в интеграции двух информационных систем – АЦК госзаказ и медицинской информационной системы. Они работали и раньше, но по отдельности. Именно это и тормозило процесс закупок. Из-за этого возникали ошибки во время самого процесса, что прямым образом влияло на сроки проведения торгов. К концу 2019 года у нас пять учреждений будут участвовать в пилотном проекте по цифровизации в сфере закупок. То есть формирование потребностей от начала запроса коммерческих предложений до момента поступления уже аукционной документации, технического задания проекта, контракта уже в департаменте госзакупок. Сейчас в пилотном режиме для своих пациентов медикаменты по новой схеме получают в областном онкологическом диспансере. Разницу ощущают и сотрудники аптеки медучреждения. Доработанная система персонифицированного учета препаратов теперь формирует потребность лекарств в автоматическом режиме. Упрощается также процесс согласования и передача уже готовой заявки в отдел закупок. Процесс вообще очень здорово убыстряется, потому что раньше мы делали, формировали все это в Excel, собирали бумажные заявки с отделений. Конечно, это все занимало определенное время. Сейчас это быстро и просто, это удобно. Весь процесс закупок состоит из пяти частей. Это расчет количества, проработка начальной цены контракта, планирование определения поставщика и заключение контракта. Согласно модификации информационной системы закупки, первые два этапа сокращаются в три раза. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Неотступаем от темы здравоохранения. О развитии ЗОЖ шла речь на первом региональном тематическом форуме. Эксперты высоко оценили работу Ульяновской области в реализации проекта «Укрепление общественного здоровья». Избавление от вредных привычек – только одна составляющая борьбы за здоровье нации. Вторая – утверждение здорового образа жизни в качестве нормы. Это и массовое распространение ЗОЖ, и создание всех необходимых для этого условий. Об укреплении здоровья жители Ульяновской области говорили на первом региональном тематическом форуме. Говорили о пропаганде ЗОЖ не только сами медики, но и главы районов, специалисты по физической культуре, депутаты и общественники. Ульяновская область стала крупнейшей региональной сетью Российской ассоциации здоровые города и поселки. Ее участники – все муниципальные образования, что позволяет им обмениваться лучшими практиками с другими регионами и представлять свой опыт. Ваша территория – одна из, наверное, единственных в Российской Федерации, где все муниципалитеты вступили в Ассоциацию здорового города, район и поселки. У нас не сравнение просто. У нас одна территория, и в этом году вступят еще семь. У вас все. Вологодская область, откуда все начиналось, они тоже пока все не участвуют в работе своей ассоциации, которую губернатор их собственно и создал. На форуме провели заседание Межведомственного координационного совета в сфере охраны здоровья граждан. Из позитивных итогов за 9 месяцев этого года детская смертность в Ульяновской области снизилась на 33%. На тысячу родившихся приходится 3,8 случаев смерти, тогда как в России – 4,8. Далеко, наверное, не все верят о том, что здоровый образ жизни и вообще в целом это направление является главенствующим. Ну, мы так уж честно можем сказать, что если сейчас проявить некую строгость, то увидим о том, что и здесь есть люди, которые могут себе позволить сварить не один литр самогона. На форуме также обсудили реализацию регионального проекта «Общественное здоровье», который входит в национальный проект «Демография». Основными национальными целями в указе президента Владимира Путина являются повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. В продолжение темы. В областном онкодиспансере после ремонта открылись два отделения. Обновление дневного стационара и таракального хирургического отделения прошло по национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным. В областном онкодиспансере после ремонта открылись два отделения. Обновление дневного стационара и таракального хирургического отделения прошло по национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Койки дневного стационара в онкодиспансере находились всегда, но они были разбросаны по всем отделениям. Естественно, это создавало существенное неудобство. Кроме того, всегда существовал риск занесения инфекции. Дневной стационар достаточно мощный. Здесь будет ежедневно проходить лечение около 80 человек. Больше, меньше, но средняя цифра такая. И этот дневной стационар будет являться организационно-методическим центром для других дневных стационаров по профилю онкологии, которых мы в этом году открыли. Открыли их мы шесть дневных стационаров в городе Ульяновске. Если дневной стационар только ждет своих первых пациентов, то в Таракальном хирургическом отделении они уже успешно лечатся. Кстати, к его оформлению привлекли ведущих ульяновских дизайнеров, чтобы, как говорится, даже стены помогали лечиться. Ну, сейчас все культурно, хорошо, чисто, аккуратно, в палатах, туалеты, душевые, то есть благоприятные условия совсем по-другому, как было раньше. Открывшись после ремонта отделения, посетил губернатор Сергей Морозов. Глава области отметил качество проведенных работ. Два цикорика стоит, 80 пациентов будет за ним проходить. Проект по улучшению онкологической помощи входит в состав НАСПроекта здравоохранения. Кроме проведения ремонтных работ реализуется еще несколько направлений. В основном сейчас мы сосредоточили свои усилия на профилактическом направлении работы, работе с первичным медико-санитарным звеном медицинской помощи, а также обновлении материальной базы онкологического диспансера, детской областной клинической больницы и работе с кадрами, с привлечением кадров онкологов в наши поликлиники и больницы. А вон к центру предстоит еще много работы. В корпусе, где открылся дневной стационар, необходимо отремонтировать еще два этажа. Обновить нужно фасад первого хирургического корпуса. Окончательный ремонт диспансера предполагается завершить через два года. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Улправды ТВ. И в завершении темы переместимся в Димитровград. Хирургический корпус Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в городе Атомщиков приступил к работе. Стройка велась с 80-х годов прошлого века с переменным успехом. В конце 90-х вообще остановилась. А в начале нулевых оказалось, что просто так достроить и сделать ремонт в помещениях уже недостаточно. Ведь изменились различные нормы и требования. Условия приемки подобных объектов ужесточились в разы. Здание 1961 года постройки. Без преувеличения каждый Димитровградец хоть раз в своей жизни, но бывал в этих стенах. Кто-то лежал в хирургии, кто-то навещал родственников в терапевтическом отделении. 57 лет десятки тысяч пациентов поднимались по этой лестнице, чтобы попасть в определенное отделение. Например, в травматологию, которая расположена на втором этаже. Сейчас дверь закрыта. Сейчас в бывшем стационаре на горке нет ни одного пациента. Гулкая эхо в коридорах, в палатах старая мебель, которая не соответствует никаким стандартам – ни российским, ни мировым. Состояние здания давно вызывало не просто нарекания у пациентов, а шквал критики. Теперь все больные хирургического профиля находятся в новом, заработавшем несколько дней назад, корпусе. Том самом, что в народе прозвали памятником отечественной медицины, или самым знаменитым медицинским долгостроем конца 20-го – начала 21-го веков. Его строительство началось в 80-е годы при губернаторе Горячеве. Почти не двигалось при губернаторе Шаманове. Активная фаза доведения объекта до ума началась при Морозове. Здесь это вообще идеальное здание, чистота. И все-таки это же все тут новое завезено. Это не сравнить, конечно, с теми условиями, что там были. Это великий поклон, большой поклон тем, кто строил, кто это создал, кто старался для людей. В воскресенье в новом хирургическом корпусе побывал и губернатор Сергей Морозов. Главе региона устроили небольшую экскурсию по отделениям. Удобная навигация, кнопки вызова в палатах, сигнал в которых отображается на пульте медицинского поста. И, конечно же, новейшее оборудование, которое, по словам заместителя главного врача Армена Саркисяна, просто обязывает врачей оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Так, в корпусе есть такое оборудование, позволяющее проводить некоторые виды медицинских манипуляций, за которыми раньше пациенты были вынуждены отправляться в другие города. Контактная литотрепсия – это аппарат, когда дробят камни в почках. Ну и раньше у нас такого оборудования не было, мы отправляли в Ульяновск, в Самару, в Москву. Сейчас мы будем эту помощь оказывать у себя. Очень много сделано для удобства пациентов. Кровать-весы для тяжелых больных, УЗИ-аппараты в палатах реанимации. Даже питаться больные теперь будут в палатах. Для этого все оборудовано. Не хватает только квалифицированного уровня кадров, которые будут осуществлять деятельность именно на том оборудовании, которое имеется. Признаются исполняющие обязанности генерального директора ФВЦ Мэйр Любовь Шулепова. Но этот вопрос сейчас на стадии решения. В настоящее время наши уже специалисты проходят обучение в ведущих клиниках Москвы определенным видом лечения и оперативных вмешательств, для того, чтобы иметь возможность работать на том современном оборудовании, которое поставлено в хирургический корпус. Конечно же, основной персонал сохранен, и врачи уже успели оценить уровень оснащения нового хиркорпуса. Для врачей это и цифровой рентген, и очень хороший компьютерный томограф, это очень хорошие оснащенные операционные, которые позволяют делать операции на всех сегментах, и операции разного уровня сложности. В принципе, на данный момент мы можем оказывать любую травматологическую помощь, которая входит в стандарты Казани. Глава региона, осмотрев отделение хирургического корпуса, не скрывает, что горд за димитровградскую медицину. Хирургический корпус оставил у него только положительные впечатления. Это удалось сделать. Я понимаю, что то, что сегодня видел, я видел в очень серьезных федеральных клиниках в Москве, видел в Израиле, видел в Германии, видел во Франции, когда изучал здравоохранение. Региональная власть и федеральные центры сделали все возможное для того, чтобы врачи работали в хороших условиях. Пациенты получали качественное лечение. Конечно, лучше не болеть вовсе. Но от этого, увы, никто не застрахован. Давайте порадуемся, научимся радоваться. Вот на примере того, что мы сейчас видим, происходящее в здравоохранении города Димитровграда. Давайте научимся говорить огромные слова благодарности нашим замечательным докторам, нашим замечательным организаторам здравоохранения, главному врачу за то, что вот просто сегодня мы видим не просто какие-то оттенки, а настоящее, мировое, высококачественное здравоохранение. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. К новостям экономики. Главная тема середины недели – принятие проекта бюджета на 2020 год и плановый период. Проект бюджета учитывает реалии сегодняшнего дня. Важным является то, что в бюджете сохранена его социальная направленность. Расходы на следующий год – 61 миллиард рублей. Из них почти 70% направят на социальную сферу. 20-е заседание законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва. Депутатам предстоит обсудить во втором чтении главный финансовый документ региона. Начали с доклада министра финансов. Екатерина Буцкая напомнила основные параметры бюджета на 2020 год. Общая сумма доходов составляет 60,4 миллиарда рублей. Расходы превысят доход в будущем году на 900 миллионов рублей. Сама структура расходной части не претерпела существенных изменений. По структуре, как я уже отметила, сохраняется социальная направленность. Практически 70% социальное остается прежнего. Единственное, по реальному сектору экономики есть большой удельный вес с плюсом. То есть обычно закладывалось не более 13%, а сейчас 20%, то есть на 7% произошло увеличение по структуре. Мы заинтересованы, чтобы в системе здравоохранения, образования, социальной политики, в дорогах, в других сферах наступали реальные улучшения. Нам не нужно ухудшать или, допустим, отнимать и делить. Мы за то, чтобы прибавлять постоянно и под контролем, естественно, эффективно доводить деньги до каждого конкретного человека. 97% расходов в 2020 году профинансируются через госпрограммы. Ульяновск области поддержит 21 такой проект общей суммой почти 60 миллиардов рублей. К уже привычным программам с 1 января добавятся два новых направления – научно-технологическое развитие Ульяновской области и содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов в регионе. Перед нами стоит очень амбициозная задача. Нам необходимо привлечь в следующем году порядка полутора тысяч человек. А это нужно не только привлечь, нужно обучить людей, нужно повысить квалификацию, необходимо внедрять новые технологии для повышения производительности труда. Кроме этого, предстоит еще и обучение управляющего состава. 9,2 миллиарда рублей пойдут на реализацию национальных проектов. Однако в этой части есть определенные риски. Как отмечает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, связаны и прежде всего с недоработками на федеральном уровне. Форма отчетности увеличилась в несколько раз, даже в 5-6 раз объем отчетности по каждому виду национальных проектов. Это вызвало тревогу в регионах. То есть, вроде бы электронный бюджет, электронная информационная такая коммуникация появилась в бюджетном процессе, а отчетность увеличилась в несколько раз. Как замечают депутаты, между первым и вторым чтением шли нешуточные дебаты. Особенно по распределению дополнительных средств, которые будут поступать из госкосны в течение следующего года. Одной из острых и приковывающих внимания отраслей до сих пор остается здравоохранение. В общей сложности вместе со средствами фонда ОМС и дополнительным миллиардом, которые поступят в региональный бюджет в декабре этого года, предусмотрено 23 миллиарда. Обязательно будет средство направлено на погащение кредиторской должности, которая на сегодняшний день имеется, в том числе и по решению судов обеспечения и уменьшение дефицита на лекарственное обеспечение, на ремонт наших районных больниц, ФАПов, потому что хотелось бы, чтобы наше население приходило, наши люди приходили, нормальные, чистые помещения. В 2020 году на базе Новоспадской районной больницы планируется организация Центра амбулаторно-онкологической помощи. Основными функциями Центра онкологической амбулаторной помощи будут являться ранние выявления, диагностика, амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение и обезболивание пациентов с онкологическими заболеваниями. На обеспечение лекарствами предусмотрено почти 703 миллиона рублей. Большая часть этих денег позволит обеспечить медикаментами региональных льготников и закрыть пробел по этому вопросу. В зоне риска остается группа федеральных льготников. На них предусмотрено 252 миллиона рублей. Эту часть расходов обеспечивает Госказна. И по сравнению с прошлыми годами финансирование уменьшается. В этом году на системе ЖКХ выделено более миллиарда рублей. Особо хочу отметить то, что выделяются деньги на газификацию, на водоснабжение, на очистные сооружения. В этом году впервые за многие годы выделены средства муниципальным образованием для укрепления гидротехнических сооружений. Потому что это достаточно серьезная проблема, которая уже много лет назревала и требовала решения. На развитие транспортной системы Ульяновской области предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Больше одного миллиарда выделено на ремонт дорог областного центра, что вызвало негодование у некоторых депутатов во время обсуждения. У нас на сегодняшний день на ремонт дорог в Димитровграде на 2020 год заложено 0,00 копеек. То есть ни одной копейки. Я уважаю ульяновцев, это прекрасные люди здесь живут. Но все-таки, когда выделяется в городе Ульяновск 1,1 миллиарда 150 миллионов на ремонт дорог, а Димитровграде 0, это, я считаю, какая-то шутка. Министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин пояснил, что все без шуток. Руководство Димитровграда не соблюдало порядок подачи всех необходимых документов для получения субсидий. Отсюда и такие показатели. Точнее, никаких. Министерству не предоставлена утвержденная программа по ремонту дорог на территории муниципального образования, равно как не предоставлено подтверждение софинансирования из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог. На основании этого, соответственно, в проекте бюджета содержится 0 рублей 0 копеек. По итогу большинством голосов бюджет Ульяновской области на 2020 год депутаты поддержали. Рината Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ. Отступим еще на несколько дней назад и отметим мероприятие, которое прошло в прошлые выходные. В этом году Совет региональных местных властей и сообществ собрал еще больше участников. Главной темой сессии стали вопросы контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в свете предстоящей реформы в Российской Федерации. Подробности в нашем следующем сюжете. Совет региональных местных властей и сообществ является не просто брендом Ульяновской области. Масштабное мероприятие давно вышло на федеральный уровень за счет того, что на Совете традиционно поднимаются наиболее актуальные проблемы местного самоуправления всех субъектов страны. В Ульяновске состоялась 19-я по счету сессия. Эксперты главы муниципалитета в этом году пытались определить роль органов местного самоуправления в общей системе государственной и публичной власти. Когда с ног на голову переворачивается история с реализацией полномочий, мы, к сожалению, видим это в очень многих сферах и через это выхолощивается, по сути дела, институт местного самоуправления. Вместо того, чтобы решать проблемы жителей, мы заставляем органы местного самоуправления заниматься пустым бумаготворчеством, отписками. О том, что органы местного самоуправления давно нуждаются в серьезной корректировке реформирования, неоднократно говорил и сам президент Владимир Путин. На одной из площадок подвели предварительные итоги реализации нацпроектов в регионах. Многие отметили, что в целом непонятна роль муниципалитетов в реализации 12 стратегических задач. Если мы говорим про национальные проекты, то мы должны понять вместо органов местного самоуправления, как они будут их реализовывать. Если федеральный уровень понятно, региональный понятно, опять же на местном, на местах это тоже не совсем понятно. При заключении каких-то контрактов по 44-му федеральному закону в муниципалитетах отсутствуют специалисты, которые конкретно разбираются в этой теме, которые курируют эту тему. И счетной палатой было отражено, что при заключении этих контрактов специалисты должны именно это фиксировать, проверять, насколько это нужно, насколько это действительно необходимо. Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по бюджету финансовым рынкам Сергей Рябухин акцентирует внимание на другой проблеме в части реализации нацпроектов. Связано оно с недостаточным и несвоевременным финансированием регионов. Эта претензия, со слов Рябухина, доведена до кабинета министров страны. Надо было, во-первых, показатели, скоординировать показатели национальных на федеральном уровне и на региональном. То есть такая декомпозиция должна была произойти, вот этот процесс затянулся, неоправданно затянулся. Во-вторых, сбои по срокам финансирования. Обширно обсуждалась на круглых столах Совета система обращения с ТКО, получившая в Ульяновской области название реформы чистоты. И снова во главе угла деньги и неучтенные на федеральном уровне интересы муниципалитетов. Опять-таки упираемся в деньги, будь то создание самих контейнерных площадок, обустройство их, будь то ликвидации мест, не санкционирование наших площадок, которые полно на территории нашей всех почти муниципальных образований. Федеральных экспертов настораживает еще и тот факт, что 1,5-я часть Ульяновской области до сих пор не перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Хорошо, что Ульяновская область подготовила новую территориальную схему. Она на днях была утверждена. Мы территориальную схему обязательно обновленную рассмотрим и изучим, потому что к предыдущей территориальной схеме у нас были вопросы. Хедлайнером 19-й сессии стала тема контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Обширно вопрос обсуждали на пленарном заседании. Губернатор Ульяновской области выразил мнение, что эта деятельность должна быть современной, рискориентированной и доброжелательной. Никому не нужны проверки ради проверок. Еще раз говорю, понимала, что в конце, по результатам проверки должно выходить не штрафы в миллионы рублей, не желание кого-то напугать своей репрессивной машиной, а прежде всего, конечно, позволяло выявить причины, условия, которые способствовали появлению того или иного нарушения и помогало устранить эти нарушения, чтобы их больше не было. Сергей Морозов принял ряд решений, одни из которых просил вынести на федеральный уровень, а другие решения должны найти применение непосредственно в регионе уже в ближайшее время. Так, ступившись за местную власть в часть ее неспособности решать многие проблемы одним щелчком, губернатор инициировал внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Следует при решении дела об административных правонарушениях обязательно устанавливать, во-первых, факт наличия своевременного обращения органов местного самоуправления с предложением о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий, ну и, во-вторых, факт выделения или невыделения бюджетных средств на рассматриваемые в деле об административном правонарушении цели. В части недостаточного финансирования муниципалитетов Морозов также просил подготовить предложение от региона и предоставить его правительству и федеральному собранию. Этот вопрос при всех наших стараниях и на федеральном и региональном уровне пока не решен. На последнем заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления в Кирове было отмечено, что дальнейшее укрепление экономической и финансовой базы муниципалитетов и их бюджетной самостоятельности – один из приоритетов нашей государственной политики в сфере развития муниципалитетов – является как раз решение этой очень злободневной проблемы. На местном уровне Морозов дал поручение разработать доктрину развития муниципальных образований и региональную стратегию развития органов местного самоуправления. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. В середине недели в регион пришли морозы. Соответственно, усилилась подача тепла и изношенные теплосети дали о себе знать. А ведь именно это и предрекали специалисты в ходе обсуждения так называемой альтернативной котельной. Но вернемся к аварии. В результате одной из аварий в Ульяновске без тепла остались два детсада, два медучреждения и жители многоквартирных домов. ЧП произошло в Засвияжском районе. В районе 4 часов утра 21 ноября было отключено от отопления горячего водоснабжения почти 30 объектов, два детских сада, два учреждения здравоохранения и многоквартирные дома. Порыв трубы диаметром 250 мм произошел под землей на теплотрассе в районе перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовской. Ну, ночью встала в 3 часа и обнаружила, что холодно. Пошла, посмотрела по всем комнатам. Холодная батарея, воды горячей тоже не было. Я пошла там к соседке, говорю, у вас тоже холодно? Она говорит, да, холодно, вон у нас около дома варит. Там трактор был, рыл что-то, сделал, уехали. Вот сюда пошла мусор вносить и увидела вот эту картину. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. По информации главного инженера городской теплосервис Олега Полового, на месте происшествия работало 14 единиц спецтехники, 8 откачивающих машин, 3 автомастерские, кран и 2 экскаватора. Помощь им оказали и специалисты Т-плюс, которые в оперативном порядке подключились к работам по откачке воды из тепловых камер. Уже с началом Нового года в условиях перехода на новую модель рынка тепла все ресурсоснабжающие организации в статусе ЕТО будут нести полную ответственность за качество и надежность теплоснабжения перед потребителями. Вызовов много, и с ними придется справляться. По словам специалистов, причиной аварии стала изношенность тепловых сетей, процент износа которых в целом по городу составляет более 70%. Произошел порыв трубопровода квартально 300 мм. На подаченном трубопроводе первоначально было отключено 22 жилых дома, 2 поликлиники, 2 детских сада. На текущий момент авария локализирована, и сейчас находится отключено 11 домов, и один детский садик, все остальное полностью теплоснабжение, горячее водоснабжение объектов установлено. Сейчас работы ведутся для того, чтобы подать в жилые дома в эти 11 оставшихся детский садик по обратному трубопроводу, чтобы удержать температуру комфортную в домах, и будет проводиться дальнейшая восстановительная работа. Внедрение альтернативной котельной позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в размере почти 8 млрд рублей за 10 лет. А значит, город ждут масштабные перекладки тепловых сетей, которые позволят избежать подобных негативных последствий. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Олл Правда ТВ. Застраивать или облагораживать – вот в чем вопрос. Уже больше года жители микрорайона близ Моришкиного родника вынуждены обивать пороги района и городской администрации. Активисты собрали более 150 подписей, написали обращение в прокуратуру и мэрию. Подробности в нашем материале. Застраивать или облагораживать – вот в чем вопрос. Уже больше года жители микрорайона близ Моришкиного родника вынуждены обивать пороги районной и городской администрации. Весной 2018 года на участке по переулку Федерации началось строительство многоквартирного дома. Жители близлежащих домов забили тревогу. Ведь планируемая к застройке земля является зоной зеленых насаждений общего пользования. Тогда по решению суда стройку прекратили. На этом дело не закончилось. В июле был опубликован проект изменений в генеральный план по точечной застройке этого участка, чтобы здесь изменить зону зеленых насаждений на зону строительства. Жители выступили против этого. Чтобы оставить участок раздора в зеленой зоне, жители собрали больше 150 подписей, написали обращение в прокуратуру и мэрию. По словам председателя ТСЖ, у жителей много версий, что нужно сделать на зеленой территории. Однако все сходятся во мнении. Маришкин родник должен жить. Чтобы прояснить ситуацию, на общественный сход жители пригласили представителей администрации, депутатов Ульяновской городской думы и законодательного собрания. Администрация Ленинского района готова предоставить полную информацию по существующим строительным площадкам. И также хочу заметить, что прокуратура Ульяновской области держит этот вопрос на особым контроле. По словам представителей администрации, они будут действовать в интересах граждан. Депутатский корпус высказался также против застройки. Мы однозначно будем против этой застройки. Я думаю, что все фракции нас поддержат. И не будет здесь строительства. Если мы с вами объединимся, межфракционно все партии и жители этого района однозначно мы отстаем эту зеленую зону. По итогам встречи направим несколько коллективных обращений в адрес прокуратуры, в адрес руководства городской думы, в адрес главы города, губернатора и других структур, для того, чтобы услышали мнение подавляющего большинства жителей, прилегающих к месту строительства домов. Кроме этого, возведение многоквартирного дома на территории близ особо охраняемой природной территории приведет к созданию чрезвычайной ситуации по повышению уровня грунтовых вод. Анна Тищенко, Новости, Улправды ТВ. В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о ЧП в детском саду номер 221 в Новом городе. Якобы в учреждении работала нянечка, болевшая туберкулезом. Родители подняли волну возмущения, мотивируя это тем, что информация о болезни была скрыта руководством детского сада. В конце недели в социальных сетях появилась информация о ЧП в детском саду номер 221 в Новом городе. Якобы в учреждении работала нянечка, болевшая туберкулезом. Родители подняли волну возмущения тем, что информация о болезни была скрыта руководством детского сада. Заведующая садика Марина Содродинова сделала официальное заявление. Младший воспитатель заболела в отпуске, а на момент работы была абсолютно здорова. Я хочу официально заявить о том, что все сотрудники детского сада работают в детском саду только на основании медицинского заключения, выданного медицинскими учреждениями, учреждениями здравоохранения. То же самое было и с заболевшей сотрудницей. Она ушла в отпуск, она была здорова, она была обследована и заболела она только в отпуске. В отпуск сотрудница ушла в конце сентября, поэтому прямых контактов с родителями, детьми и персоналом у нее не было. Женщина была госпитализирована в больницу с вирусной пневмонией в конце октября, после чего у нее на фоне заболевания развился туберкулез закрытой формы. К сожалению, спасти пациентку не удалось. На сегодняшний день обследование сотрудников дополнительное проведено. Проведено профилактическое обследование детей. И я с уверенностью могу сказать, и дети, и сотрудники нашего детского сада все здоровы. Родители детей, которые посещают детский сад номер 221, просят прекратить панику. Все мероприятия, которые должны были провести в рамках садика, то есть это дезинфекция, все это было проведено. Было проведено это в праздничные дни. Об этом нам сообщила заведующая. Только после этого было проведено собрание, где нам все это разъяснили, все это объяснили, что случилось. На сегодняшний день детский сад работает в привычном режиме. Помещение и документацию осмотрели эпидемиологи и назначили план профилактических мероприятий. Свой комментарий нашей съемочной группе дал и министр здравоохранения Сергей Панченко. Ситуация находится под его ежедневным контролем. В настоящее время на субботу были вопросы в отношении обследования помещений на наличие туберкулезных микобактерий. Мы приняли решение, что дополнительно еще это обследование проведем. Смыло бактериологическое исследование со всех помещений. Это целесообразно сделать, поэтому никаких, собственно, тут споров-то и не было. Все необходимые анализы будут проведены за счет средств бюджета. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. В четверг отметил полуторавековой юбилей медицинский колледж Ульяновского государственного университета. Выпускники этого образовательного учреждения востребованы по всей России и около 85% медперсонала в больницах и поликлиниках Ульяновской – обладатели диплома медколледжа УЛГУ. Ульяновский медколледж – одно из старейших заведений России. За 150 лет образовательное учреждение имело разные статусы и названия. С 1995 года оно становится колледжем. Сейчас это среднее специальное учебное заведение в составе Института медицины, экологии и физической культуры УЛГУ. С 2004 года медицинский колледж входит в структуру Ульяновского государственного университета. И на сегодняшний момент в нашем колледже обучается около 1200 студентов. Студенты обучаются по таким специальностям, как лечебное дело, это фельдшера, медицинская сестра, акушерское дело, стоматологи профилактические, стоматологи ортопедические, адаптивная физическая культура. Начало истории колледжа было положено в 1869 году, когда по инициативе земских врачей Симбирска при губернской больнице была открыта фельдшерская школа. Потребность в таком шаге была обусловлена дефицитом медицинских работников в губернии при высоком уровне заболеваемости и смертности. В 2019 году колледжу присвоено имя Андрея Львовича Поленова, выдающегося отечественного хирурга, основоположника травматологии и нейрохирургии. С 1910 года он несколько лет работал в Симбирске. Мы находимся в музее медицинского колледжа имени Андрея Львовича Поленова Ульяновского государственного университета. Данный музей был основан 28 ноября 1989 года, и в этом году мы отмечаем 30 лет со дня создания этого музея. Этот музей был создан заслуженной учительницей Российской Федерации Шиловой Евгенией Георгиевной. Она вложила сюда очень много сил, времени, труда, и в результате получилась очень интересная экспозиция. Этот музей работает в течение всего этого времени как рассказ об истории нашего учебного заведения, которым мы очень и очень гордимся. В колледже работают 50 преподавателей высшей квалификации. Многие работают не один десяток лет. В учебном процессе участвуют практикующие врачи разных специальностей, главные и старшие медицинские сестры больниц региона. Вы знаете, у меня вообще как бы это кредо, или даже не знаю, как сказать, что нужно любить то, что делаешь, и те, для кого делаешь. Поэтому у меня совпадает. Я очень люблю свою профессию, я очень люблю свой колледж. Я говорю, я уже 50 лет здесь при нем. Это мой дом, наверное, первый, а где я сплю, это второй. Потому что я сюда с удовольствием иду всегда, с большим настроением. Студенты всегда мне поднимают. Шесть лет назад медколледжи и Улгу стали готовить сестер милосердия, что стало возвращением медицинской профессии к ее истокам. Медицина мне нравилась с самого детства, потому что моя мама тоже работает в медицине. Как и моя тетя, как и мой брат, который, кстати, в прошлом году здесь закончил, тоже учился здесь. Мне нравится с самого детства, потому что мама с энтузиазмом рассказывала о своей работе. И еще тогда я сложилась цель для себя, что хочу учиться в медицине. Не учиться, а работать. Ну и учиться, соответственно, тоже. И в 2016 году, когда я закончила 9 классов, я четко решила, что пойду именно в медицинский колледж Улгу имени Поленова. Поступила. И вот с сентября 2016 года у меня начался новый этап жизни. Это было трудно сначала, потому что система образования колледжа отличается от школы. Но быстро втянулась. И сейчас три года обучения пролетели незаметно. Сейчас я уже учусь в четвертом курсе. Могу сказать о том, что образование здесь очень интересное, потому что учеба, она вообще, она не объяснит словами, как здесь интересно. И во многом это зависит от преподавателей. Потому что то, как они преподнесут информацию, то, как они смогут, какой пример приведут по той или иной теме. Наш преподаватель самый лучший. Насколько вас не забывайся. Да. И также наряду с сестрой, медицинской сестрой, я получаю образование сестра милосердия. Также четыре года, последний курс. Это образование поможет мне не только помочь человеку физически, но еще и душевно. То есть я развиваю в себе душевное милосердие. В колледже для учебной деятельности есть все. Оборудовано 46 кабинетов для теоретических и практических занятий. Четыре элекционных зала, спортивный зал, лыжная база, спортивная площадка для летних видов спорта, актовый зал. Также в колледже работает отделение повышения квалификации средних медицинских работников. Всего за прошлый год на базе Ульяновского государственного университета было оттестовано 1270 человек. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ. Продолжаем тему образования. Губернатор Сергей Морозов встретился с лидерами ученического самоуправления. Главу региона интересовал свежий взгляд на действующие и будущие законы Ульяновской области. Что принял во внимание губернатор и что сам предложил школьникам, расскажет Рината Алиулова. В 150 школах Ульяновской области существуют органы ученического самоуправления, созвучные с государственными формами правления. Это Школьная республика, Школьная дума, Совет гимназии, Совет старшеклассников. Ребята участвуют при выборной гонке, выдвигают свою кандидатуру на пост президента, назначают министров. В этом году гимназия номер 44 в Ульяновске отметила 21 год со дня создания Школьной республики Городорика. Директор учреждения образования Лидия Жуковская-Латышева отмечает, ученическое самоуправление прямым образом отражает систему наставничества. По крайней мере, по такому принципу эту деятельность они организовывают у себя в гимназии. Я считаю, что это очень важно, что взрослые наставники бывают тех, кто лидеры. Их тоже надо научить. Им нужно помочь, стать, утвердиться, найти себя этим лидером. И поэтому у каждого, и у премьер-министра, и у президента, и у членов правительства, у всех есть свой советник. В одном из старейших школьных государств на днях встретились лидеры ученического самоуправления со всей Ульяновской области. На двух основных площадках президенты и премьер-министры школ поднимали актуальные для себя вопросы и говорили о возможном совершенствовании существующей системы управления. Мне кажется, что в школьном самоуправлении должны задействовать как можно больше ребят. То есть, когда самоуправление будет довольно-таки объемным, то есть, там будет много людей, то только тогда оно будет реально эффективно. Однако за столами дискутировали не только на детские темы. Школьники-лидеры обсуждали последние тренды, выдвигаемые правительством Ульяновской области, как у себя в регионе, так и на федеральном уровне. Жаркие дебаты, конструктивные решения из узкого круга вылились в широкие массы. Мы понимаем, что ребята – это будущее нашего региона, им жить в нашем регионе, и мы хотели услышать их мнение по таким серьезным темам, как закон о статусе педагога, закон о молодом специалисте, благоустройство территории, оформление школ. Главным слушателем и критиком для ребят стал губернатор Сергей Морозов. Но прежде чем выслушать ребят, глава региона сам выступил с предложениями. Я вот сейчас говорю о том, что давайте мы уйдем от традиционных четвертей, пять недель учимся, шестую отдыхаем. Давайте мы пообсуждаем вопрос о том, чтобы вы не к 7-30, к 8 часам бежали в школу, а может быть занятие, например, для старшеклассников или для младшеклассников начиналось позже. По итогу встречи губернатор отметил несколько интересных идей, которые, по его словам, вынесет на суд своим коллегам. В частности, школьники предложили страховать молодого специалиста при первых шагах в профессии. Еще одна инициатива, которую отметил Сергей Морозов, касается дополнительного благоустройства рабочего пространства вокруг специалиста. Они будут работать с хорошим настроением, ну а значит они когда будут зарабатывать хорошие деньги, и в том числе выполнять те плановые задания, которые стоят перед компанией. Поэтому я спасибо огромное, классная идея. Надо, конечно, нам еще вот так круче развивать это направление. Глава региона еще долго не мог попрощаться с лидерами школы, изъявил желание встретиться с ребятами еще раз. Рината Леулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. И еще об образовании, если быть точнее, то о патриотическом воспитании молодежи. Хорошая новость пришла из Жадовского монастыря, к союзу Барышской, Кузнецкой, Симбирской епархий, а также десантников-разведчиков из Ульяновска. В плане воспитания патриотической молодежи присоединилась вновь образованная Тольяттинская епархия. Накануне прошел слет на базе обители. Утренние литургии в Жадовском монастыре. Бок о бок молятся и прикладываются к чудотворной Жадовской казанской иконе Божией Матери, ребята из военно-патриотических клубов Барышской, Кузнецкой и Тольяттинской епархий. Ведь наставники привезли их в обитель в первую очередь помолиться и приложиться к чудотворной святыне. У нас сегодня, конечно, страйкбольная игра, но в основном хотели бы, чтобы они уже приняли как-то участие в духовной жизни в Тольяттинской епархии. И нам очень понравилось, ребятам все понравилось. Если они сегодня сходили на службу, здесь нам все очень нравится, в принципе, все хорошо. И надеемся на дальнейшее сотрудничество вот именно с Жадовским монастырем. Питательный обед в монастырской трапезной и все отправляются на полигон. Местом игры в страйкбол уже по традиции были выбраны руины старинной румянцевско-текстильной фабрики. Судья соревнований Андрей Мартышов проводит подробный инструктаж по технике безопасности и рассказывает сценарий игры. В этом году осенние соревнования назвали «Сталкер-альтернатива». Ее сценарий очень сложный, в первую очередь в интеллектуальном плане. «Чтобы ребят, участвующие в игре, развивали свое мышление. То есть интеллект не как стенку на стенку раньше, мы штурм, оборона. А здесь немного индивидуальный. То есть вроде как и группа, а вроде как и сам за себя. Чтобы под пули, то есть под шары не лезли». «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови». Обязательный на таких турнирах молебен. 54 участника делят на три команды и отправляют на их секретные базы. Задача каждой команды – захватить реликвии двух других. Благодаря сценарию стычки были скорее случайными. Участники старались не ввязываться в открытый бой. При обнаружении соперника его было легче ликвидировать гранатой. Взамен двух запланированных часов игра продлилась три. Однако победителя так и не удалось определить. Но главное, как говорится, участие и соработничество всех православных клубов во имя хорошего дела. «Ну это радостно, как бы изначально. То есть и смешанные генноборства при «Пересвете» и страйкбол, они именно затевались с той целью, чтобы как бы для вовлечения молодежи и для общения между епархиями, между православными клубами. Ну и как бы уже спустя вот какое-то время, можно сказать, что плод делу есть. Это, конечно, очень радует». Как ни печально, но это последняя игра в этом году. Следующая пройдет уже зимой. Хотя общение между мальчишками уже налажено. Ребят, всем спасибо за игру, что приехали. К новостям культуры. В Большом зале Ленинского мемориала в рамках фестиваля «Осенние гастроли» выступил Государственный академический орден дружбы народов ансамбль «Песни и пляски донских казаков». Художественный руководитель Александр Буйвол. В Ульяновске ансамбль «Песни и пляски донских казаков» представил новую программу «Едут, едут по Берлину наши казаки», посвященную предстоящему юбилею – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ульяновск стал третьим городом, где ансамбль показал ее. «Та программа, которая будет сегодня, это программа для нас эксклюзивная. Мы крайне редко поем авторские песни. И это вот дань этой дате, этому событию, которое будет праздноваться в следующем году. А вообще наш коллектив, конечно, это традиционные казачьи песни исполняет. И программы, они все построены на репертуаре донских казаков». Основой концертных программ коллектива являются народно-песенные традиции Донского края. Могучая лирика казачьих песен – захватывающие пляски, которые создавались с учетом характерных особенностей хореографической культуры Дона. ПЕСНЯ Коллектив был создан в 1936 году. На протяжении многих лет его художественным руководителем был народный артист Российской Федерации Анатолий Николаевич Квасов. Ныне ансамбль носит его имя. А художественным руководителем ансамбля сегодня является Александр Буйвол – ученик Квасова и достойный его преемник, который продолжает дело, начатое учителем. «Больше 20 лет проработал солистом ансамбля, с Анатолием Николаевичем плечом друг с другом. Так вот мы дружили. Ну, так получилось, что, видите, время постарел, ушел от нас. Ну, мы чтим его память и продолжаем его дело. Его супруги Раисы Ивановны, она была хорместер нашего коллектива, ездили в экспедиции, собирали очень много материала. До сих пор еще некоторые даже не расшифрованы, есть у нас бобины. Там столько действительно, Наталья Николаевна сказала, на всю жизнь хватит и на нашим потомкам. Вот так они трудились. На сцене Ленинского мемориала прозвучали не только песни донских казаков, но и знакомые всем песни военных лет. Ульяновский зритель очень тепло встретил ансамбль. Каждый номер ансамбля донских казаков сопровождался аплодисментами. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновской области подвели итоги фестиваля конкурса спектаклей, инсценировкой театрализованных представлений среди самодеятельных театральных коллективов региона «Театр против наркотиков». Организатором фестиваля конкурса выступил Ульяновский драматический театр имени Гончарова. На мероприятие побывала Ирина Антонова. На малой сцене Ульяновского драматического театра прошел нон-стоп-показ конкурсных работ областного фестиваля конкурса «Театр против наркотиков». Он проводился в этом году в шестой раз. Итоговое мероприятие традиционно стало одним из значимых событий месячника по профилактике вредных привычек несовершеннолетних Ульяновской области. Конкурс приносит ежегодно какие-то свои плоды. Мы готовы всегда поддержать самодеятельные театры в таких социальных темах. И для нас очень важна, конечно, профилактическая направленность этого конкурса, когда мы говорим о такой страшной проблеме, как наркомания. Конкурс стартовал в Международный день борьбы с наркоманией 26 июня и проводился в рамках госпрограммы обеспечения правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области. Говорить о проблеме наркомании, говорить о наркоманах, говорить о людях, которые живут в этой проблеме, в принципе, в обществе было до недавнего времени не принято. И когда идет оповещение, привлечение внимания независимых-зависимых, любых людей, к тому, что это проблемы, это боль, это то, на что уже в принципе мы не можем, не право закрывать глаза, и вот такие вот моменты привлечения внимания общественности, они дорогого стоят на самом деле. Всего на конкурс было подано 25 заявок. Среди номинаций «Лучший спектакль», «Лучшее театрализованное представление», «Лучшая инсценировка», «Лучшая видеоинсталляция». Участниками фестиваля стали Театр Ульяновского колледжа культуры и искусства, Театральная студия «Солнечный ветер» Андрея Перикова, Театральная студия Центра культуры и досуга Ульяновского района под руководством Анжелы Хоменко, а также Театры Павловского и Кузоватовского районов. Вы знаете, проблема-то у нас старая, к сожалению, она существует, поэтому мы здесь, это проблема наркотики. А с другой стороны, социальная сфера и вот это постоянно меняющееся новое поколение относится к этой проблеме каждый раз по-новому. Если 6 лет назад отношение к наркотикам у молодежи было одно, то сейчас это уже другое молодежь. Понимаете, это поколение, с чем мы впервые все столкнулись, оно находится в виртуальном пространстве две трети своей жизни. Все работы были представлены в оригинальных жанрах – документальные спектакли, спектакли-притчи, видеоинсталляции. Некоторые создавались по документальным материалам. Участники получили не только дипломы об участии и ценные призы, но и возможность продемонстрировать свои творческие работы на профессиональной сцене. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. И о других новостях, о которых нельзя не упомянуть. Сергей Морозов вручил награды ульяновским мамам. Торжественный прием в честь Дня матери прошел в здании регионального правительства. Губернатор наградил жительниц за заслуги в укреплении семейных традиций и достойное воспитание детей почетными знаками материнской славы, благодарственными письмами и памятными подарками. Это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова